И сейчас займемся созданием вот такого бисерного деревца по той же схеме, которую мы использовали в создании клёна. И получается такое небольшое дерево, достаточно миниатюрное. И для его создания нужно примерно 50 грамм бисера. Это именно красный клён, поэтому я использовала красный бисер с таким радужным покрытием, если вам видно. Далее нужна будет проволока. Примерно 14,5 метров для плетения сечением 0,3 мм. Так же и как с деревом с пайетками лучше использовать 0,3. И нужно будет 3 отрезка по 50 см, 6 отрезков по 85 см и 1 отрезок длиною 1,10 м. И нужно будет сплести 17 веточек, состоящих из 3 листиков. Это как раз из отрезков длиной 50 см. Далее 6 веточек, состоящих из 5 листиков. Вот, например, такая веточка. Это из отрезка длиной 85 см. И одна веточка из 7 листиков. Вот здесь она используется. Это из отрезка 1,10 м. Так же, как и в прошлом, деревце с пайетками. Тейп-лента, проволока пчеловодческая и сварочная на основу дерева. Ну, вот, в принципе, и все материалы. И сейчас я вам подробно покажу, как сплести вот такие бисерные листики. И затем вы уже увидите, как сформировать такое деревце. В своем дереве я буду использовать веточки трех размеров. Это в большинстве случаев вот такие тройные веточки из 3 листиков. Далее из 5 листиков и из 7. И в процессе плетения я поняла, что вот эти размеры самые актуальные. Из 7 я вот сплела одну веточку. И, скорее всего, больше я такие плести не буду, потому что не вижу в них смысла. Но вам расскажу. Возможно, вам пригодится такой размер. Потому что я промерила, сколько нужно проволочки для такой веточки. И вы уже будете знать, какие отрезки проволоки брать. Вот такая веточка у вас получится из проволочки длиной 50 см. Вот такая из проволоки длиной 85 см. И вот такая из проволочки длиною 110 см. Это я уже взяла с учетом того, чтобы здесь остались у вас удобные хвостики. И сейчас я вам покажу на примере тройной веточки. Остальное, думаю, вам будет все понятно, как добавить остальные листики, если вы хотите сплести их больше. У меня проволочка длиной 50 см. сечением 0,3 мм. И бисер китайский номер 12. Плести я буду от центра проволочки. Соответственно, плетение мы начинаем вот с этого самого крупного листика. И для его плетения я набираю 7 бисерин. Вот таким образом берем 7 бисерин. Одну убираем в сторону и проходим сквозь вторую. Вот так. Далее кончики. Я выравниваю два кончика. И все это подтягиваю к центру проволоки. И затягиваю. Получается вот такая верхушка. Далее вот на этот свободный кончик проволочки я набираю 4 бисерины. И на одной проволочке у меня оказывается 5, на другой 4. Вот там, где 5, 5 будет общая для двух проволочек. Соответственно, я беру кончик проволочки и вот таким образом одну бисеринку на два кончика надеваю и растягиваю в разные стороны проволочки. Вот такой листик у нас получился. Это самый центральный, верхний. Теперь по бокам от него нужно сплести еще по два листика. Вот с этой стороны два и, соответственно, с этой. Для следующего листика я набираю 6 бисерин. Вот таким образом. И плетем также острый верхний край листика. Убираем одну бисерину в сторону. Проходим сквозь вторую. И затягиваем. Затягиваем таким образом, чтобы петли находились максимально близко друг к другу. То есть все прижимаем, удерживаем пальцами и после этого затягиваем проволочку. Далее я набираю 3 бисерины на рабочий конец проволоки. И у нас получается снова, что на одной проволочке больше бисера, чем на другой. И как раз вот здесь нижняя бисеринка будет общая для двух проволочек. Также все затягиваем. У нас образовался боковой листик из 6 бисерин. Далее я набираю 5 бисерин и поступаю точно так же. Одну убираю в сторону, прохожу сквозь вторую. Плотненько все подтягиваю, удерживаю и затягиваю. Далее набираю 2 бисерины. И там, где у меня с одной стороны 3, вот эта третья нижняя бисерина будет общей. Прохожу сквозь нее проволочкой. Если сразу не получается вытянуть, то можно использовать пассатижи. И затягиваем. Вот и все. Правая сторона листика готова. Теперь нужно сделать то же самое с левой стороны. Набираю 6 бисерин. Убираю одну в сторону. Прохожу сквозь вторую. И затягиваю. А далее набираю 3 бисерины. И прохожу сквозь вот эту нижнюю. Свободной проволочкой. Затягиваю. Теперь набираю 5 бисерин. У меня бисер китайский. Иногда так бывает, что проволочка дважды не проходит сквозь бисер. И чтобы у вас не было такого сюрприза, когда вы уже сплели верхнюю часть и нижняя оказалась маленькая бисеринка, можно сразу ее проверить. Вот таким образом, что она подойдет. И тогда в дальнейшем у вас не будет никаких проблем. Убираем одну в сторону. Проходим сквозь вторую. Плотненько все подтягиваем, удерживаем и затягиваем. Далее я набираю две. И прохожу сквозь вот эту третью. В основании листика. Затягиваю. И первый листик мы сплели. Теперь нам нужно сформировать его черенок. Ножку. Для того, чтобы скрутка была красивая, ровная и аккуратная, проволочки должны быть максимально выровнены. И вот здесь на расстоянии двух сантиметров. Два сантиметра. Я удерживаю пальцами плотно и начинаю скручивать. В таком случае скрутка будет равномерной и аккуратной. Вот такая получается скрутка. Далее нам нужно на каждом из этих кончиков сплести еще по одному листику. Для этого я выбираю один из них. Они у меня одного размера. Приподнимаю его сразу вверх. Вот сюда направляю место, где будет располагаться листик. И набираю пять бисерин для того, чтобы сплести уже нижний листик. Здесь мы начинаем плести все листья по кругу. Поэтому начнем с маленького. Итак, я набрала пять бисерин. Одну убираем в сторону. Проходим через вторую. И здесь нужно отступить, оставить проволочку длиною полтора сантиметра. Вот таким образом я отмеряю. Еще немного сдвину. Полтора сантиметра. И после этого затягиваем. Держиваем все в пальчиках и затягиваем. Получается вот такая конструкция. Далее я набираю еще две бисерины. И вот здесь, где у нас оказывается три, мы проходим сквозь вот эту третью. И затягиваем таким образом, чтобы этот листик у нас сформировался как раз на расстоянии полутора сантиметров от предыдущего листика, его окончания. Вот таким образом и разводим проволочки в разные стороны. Далее плетем следующий листик из шести бисерин. В принципе, я думаю, что плетение вам уже давно понятно. То есть мы по очереди проплетаем все листики. Вот этот из шести бисерин. Теперь набираю три. Следующий листик уже будет из семи бисерин и снова из шести. И завершаем этот листик маленьким листиком, в основе которого пять бисерин. Далее нам нужно скрутить теперь вот эти кончики. Также постараемся сделать ровненькую скрутку. Для этого выравниваем их по длине, чтобы они были одинаковы, то есть без перекоса, чтобы не было вот такого, что нижняя проволочка дальше ушла влево. Вот так все ровненько должно быть. Удерживаем здесь у основания и делаем скрутку. Вот такую ровную аккуратную скрутку. Итак, мы сплели листик, который находится справа. Теперь точно так же сплетем листик, который будет находиться слева. Для этого на полсантиметра примерно я прокручиваю стебель. Вот таким образом тоже делаем ровную скрутку. И выводим проволочку вот сюда теперь влево. Здесь точно так же плетем все пять маленьких лепестков, начиная с того, в основе которого пять бисерин. Здесь точно так же нам нужно будет отмерить в основании полтора сантиметра, как и в прошлый раз. Так, умеряю. И здесь удерживаю. И сейчас я точно так же здесь сплету листик, как и с этой стороны. И у меня получится вот такая веточка тройная. Далее, если вы хотите доплести еще ряд листиков, например, если у вас проволочка была длиной 85 сантиметров, то, соответственно, отступив, здесь так же скрутив примерно на половину сантиметра, либо на один сантиметр вниз, мы плетем следующую пару листиков с разделением в полсантиметра. Вот такая получается веточка. Но больше, чем, например, семь листиков на одной веточке, я не советую плести, так как проволочка 0,3. И вот в данном случае, если мы начнем формировать веточку, например, из семи листиков, то вы видите, что форма она держит хорошо. Если вы уже сплетете большее количество листиков, то форму свою она уже будет держать намного хуже. И в данном случае нужно будет использовать проволочку сечением, например, 0,4 мм, а это не всегда удобно, чтобы можно легко было пройти сквозь бисерину дважды. Поэтому конкретно для такого клена, для которого я все это и плету, достаточно вот таких веточек. Буду очень рада, если данная часть мастер-класса будет вам полезна, и вы будете использовать данную технику плетения в своих работах.